Оператор «Северного потока-2» обвинил Данью в задержке строительства. Оператор «Северного потока-2» обвинил Данью в задержке строительства. 14.38. Фото «Газпром». Северный поток в городе Лубмин, Германия. Фото «Газпром». Москва, 15 апреля. Новости. Данья своим затягиванием решения по заявкам на строительство «Северного потока-2» в ее водах подрывает доверие инвесторов, а требование подать заявку по третьему маршруту газопровода можно рассматривать как намеренную попытку задержать завершение проекта, считает компания и оператор проекта. Nord Stream 2 AG. Ранее 15 апреля. Nord Stream 2 AG. Сообщила, что подала заявку в Данию на строительство «Северного потока-2» по третьему маршруту, который проходит в исключительной экономической зоне, ИЭС, страны к югу от острова Барнхольм и которой датские власти в марте сами просили рассмотреть компанию. Сейчас в Дании уже находятся две заявки на строительство проекта по основному маршруту в территориальных водах страны к югу от острова Барнхольм и альтернативному в ИЭС Дании к северо-западу от Барнхольма. Nord Stream 2 подала заявку на новый маршрут «Северного потока-2». Подача в 2018 году заявки на альтернативный маршрут была связана с тем, что с января прошлого года в Дании вступила в силу поправка к закону о континентальном шельфе, распространяющейся ретроспективно только на «Северный поток-2». По неиме Дании может налагать вето на инфраструктурные проекты в территориальных водах страны по политическим соображениям. Ответа МИД страны по основному маршруту нет до сих пор. Требования подачи заявки по третьему варианту маршрута, несмотря на наличие уже двух действующих заявок, прошедших процесс рассмотрения и удовлетворяющих условиям выдачи разрешения, можно рассматривать исключительно как намеренную попытку задержать завершение проекта, говорится в сообщении. Nord Stream 2. Любой разработчик проекта и инвесторы, целиком полагаются на предсказуемую, стабильную и транспарентную законодательную базу. Подобные действия со стороны властей Дании не только подрывают фундаментальные принципы правового доверия и юридической определенности Конституции Дании и европейского законодательства, но и ограничивают свободу укладки трубопроводов на морском дне ИС в соответствии с Конвенцией ООН. От 1982 года, добавляет компания. 23 мая 2017, 17-21 Северный поток-2 Проект Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта в инфографике.